Сегодня президент Республики Рустам Миниханов поручил создать штаб по борьбе с коронавирусом. Его задача – не допустить попадания опасной инфекции в Татарстан. Вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. Сейчас количество зараженных по всему миру более 8 тысяч человек. Количество умерших приближается к двум сотням. Россия завтра закрывает границу с Китаем. А в набережных Челнах медики принимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В набережных Челнах пока нет ни одного пациента с коронавирусом. Но сотрудники скорой помощи уже используют меры повышенной защиты. Они необходимы на случай, если ситуация сложится неблагополучно. Если в отношении конкретно коронавирусной инфекции, то по рекомендации главного специалиста республика, мы носим респираторы второго уровня защиты. То есть они внешне похожи на стандартную маску, но плотность и степень фильтрации в них намного выше. Признаки инфекции – температура 37 градусов, насморк, кашель, слабость. Если в городе появится пациент с подозрением на коронавирус, тактика его введения будет иной. Такого больного могут отправить в инфекционную больницу. Когда пациента забираем из квартиры уже с подозрением на коронавирус, на пациента уже будет надета маска. Также в машине скорой помощи включают бактерицидную лампу. Она обеззараживает воздух. Автомобиль герметизируется. В особо опасных случаях пациента укладывают в специальный бокс. Данный бокс медики используют только в том случае, когда пациента с подтвержденным диагнозом опасного заболевания необходимо перевести из одного медучреждения в другое. Но что попробую испытать на себе, что чувствуют пациенты, когда их перевозят в данном боксе. Пациента в таком боксе можно перевозить на дальние расстояния. Воздух поступает и выходит через специальные фильтры. Поэтому распространение вируса исключено, даже если капсула повредится. Воздух будет закачиваться внутрь бокса и наружу ничего не попадет. То есть мы в таком боксе можем смело возить любую серьезную страшную инфекцию в любое расстояние. И такой пациент не будет угрожать окружающим. В принципе все нормально, если у человека нет клаустрофобии. Ощущение, будто находишься в самолете и немного закладывает уши. Таких боксов у челнинских медиков два. Пока капсулы еще не испробованы. И врачи надеются, что они так и останутся запакованными.